Программа развития дошкольного образования на бумаге выглядит настолько радужно, что невольно начинаешь верить. Ещё чуть-чуть и об очередях в детсад забудут все. Но только не в этом году и даже не в следующем. Обещанного, как в пословице, придётся ждать ещё три года. В настоящее время охват детей в возрасте от одного года до семи лет дошкольными образовательными услугами составляет 79,6% от общего количества детей данного возраста, проживающих в Санкт-Петербурге. К 2015 году планируют построить 54 новых и восстановить 11 зданий для пребывания малышей. Они легко вместят нынешних 5000 очередников. Однако далеко идущие планы чиновников от образования вмиг разбиваются о реальность. Вопреки планам, за период с 2006 по 2011 год не введено в эксплуатацию 38 детских садов на 8000 мест. Пока же губернатор настойчиво попросил, не дожидаясь 2015 года, снизить напряжённость и количество очередников любыми способами, вплоть до материальной поддержки частных детских садов. Надо расширять количество различного рода поощрительных моментов для таких учреждений. И при этом, особенно когда мы даём субсидии, когда мы оказываем реальную помощь, или мы безвозмездно даём в аренду помещение, при этом надо не просто их просить, а с ними договариваться конкретно о соответствующей ценовой политике. А вот вопрос о срывами сроков капитального ремонта некоторых школ, которые рискуют не открыть свои двери в день знаний, решили не поднимать. Руководители от образования обещали позже собрать несколько пресс-конференций, где разъяснят, какая школа выбивается из графика. Мы, если так можно сказать, предполагаем, что может такое быть. Если нам заявят и скажут, что нет, у нас несколько учреждений будут сданы чуть позже, мы считаем, что лучше подождать и получить более качественно выполненное строительство. Пока таких школ семь в путанице создачи объектов в эксплуатацию, чиновники не видят ничего криминального. Для детей пройти лишний квартал совсем не крюк. Сергей Семёнов, Дмитрий Поляков, Григорий Павлов, Новости 24, Петербург. Дмитрий Поляков, Григорий Павлов, Новости 24, Петербург.